Привет, зритель! Сейчас ты ждет обзор ухода на июнь. Вот эта паста в мае почему-то не закончилась, и потому она будет юзаться в июне. Китайская зубная паста, хорошая, экономичная. У меня тут новый бочоночек, кайлаш от живана. В том еще немножко есть, и он стоит на кухне, а этот у меня, возможно, в деревню отправиться, ну так, вот ездить со мной туда-сюда. Вообще он у меня таскается на велике, когда я езжу, допустим, в сад, там еще куда-нибудь. Ну, в такие места, где можно случайно порануться, или вдруг заболит голова, или еще что-то, и можно вот, ну или вместо крема для рук его использовать. Хотя в велике у меня лежит крем для рук от Эйвон, ночной, с лавандой, от подписчицы Лёли. Он у меня будет весь велосипедный сезон там лежать. А вот кайлаш от живан. Универсальная штука вообще. Голова болит, помазал. Руки шершавые, помазал. Кошка царапнула, помазал. Ну и вообще. У меня мыло остается тоже. Я его использовала исключительно для рук, поэтому вот оно еще живо, хотя я показываю чисто пакетик. И это вот мыло от Арифлейм, которое мне сестры подарили. Там наборчик такой был мыло и крем для рук. Мыло, в общем, на 8 марта подаренное. Оно у меня в мае юзалось, будет в июне юзаться. А вместо геля для душа, как ты уже знаешь, наверное, если смотришь регулярно эти обзоры ухода на месяц, у меня гелев для душа не оставился. У меня есть всякие мыла. У меня в этом месяце, в мае, я юзалась в основе или самопальным мылом вместо геля для душа, который сейчас скажет. Или у меня там было какое-то мыло, которое, я уже думала, что оно в пустых баночках, потому что там совсем ничего не осталось, и же руками добрать неудобно, но на губку наносить оно такую пену дает, очень хорошо моет. Короче, у меня тут на основе мыльной основы белой с додавлением сметаны из козьего молока. Вот только два компонента, мыльной основы козьего молока. Мыло. И вот такое там еще в шкафу есть мыло, и вот это еще мыло будет уже юзаться в июне. И сейчас неполное такое мыло, маленькое еще в коробочке мыло такое же, вот из того же состава мыльной основы плюс сметана из козьего молока. У меня юзается в роли геля для душа. Вот это тоже будет в роли геля для душа. В общем, вот такое самопальное мыло на основе козьей сметаны. У меня там в комментах писали, что хотели бы вот обзоры. Но он как бы не отдельный обзор, но обзор в обзоре, да. Вот. И у меня чисто разморозился в холодильник, у меня была замороженная сметана, я подумала, что может ее можно как-то с мылом соединить, ну, с основой будет мыло. И погуглила в интернете, в Яндексе погуглила. Оказалось, что в принципе люди так делают. Ну, там можно еще сливочного масла добавить, но я решила просто сметану зафигачить. И если чуть побольше сметаны зафигачить, то получается такой кремовый мыл. Гель практически, кремовый гель. И оно не сушит кожу. Обалденная вообще штука. Так что, зрители, у тебя есть мыльная основа и козья сметана, может просто какая-то другая сметана. Не обязательно козья. Можешь себе замутить, вот у тебя мыло офигенное. У меня тут пена для вам, зеленое яблоко от Эйвен, от подписчицы Лелечки. Подарок я ей тут делала пару раз, даже может больше, чем пару раз ванну с пеной. Правда, один раз делала ванну, но не с этой пеной, а использовала мыльные орехи в виде пены. Ну, они там, пена от них одно название. В общем, она у меня будет юзаться в июне. Очень экономичная, хорошая пена. Я ей уже каждый раз, вот таким пенам Эйвен я каждый раз превозношу воду. Мне очень нравится пена Эйвен. Вообще, я заметила, что внезапно, что и на Вайтберрис можно купить пену Эйвен. И на Озон можно купить пену Эйвен, если нет друг знакомого консультанта Эйвен, или сами не занимаетесь этим Эйвен. Вот так. Самопальный бальзам для губ в коробочке из-под бальзама для губ, который мне дарил он когда-то был в пустых баночках, Леречка из Тюмени. Самопальный бальзам для губ. Он у меня и как воск для ногтей, и как бальзам для губ. На губы сейчас не нанесу, потому что на них помада от Эрифлейм, кажется, который у меня кто-то из зрителей дарил. В общем, вот. Самопальный бальзам для губ будет юзаться в июне. Крем и фраше день и ночь, которые я стабильно забываю использовать, хотя тут как-то была сушёная кожа такая, я им пользовалась исключительно вечером, иногда даже утром. А сегодня он ближе стоял, и я им подмазала ноги. Я поняла, что если я вдруг не буду успевать его доюзывать, потому что до конца сентября этого года надо доюзать, а то что-то он очень экономичный, учитывая, что я про него стабильно забываю, то я им буду мазать ноги. Он обалденный. Вообще. Очень хороший. Нежный, быстро впитывается, лёгкая текстура, для лица самое то. Ну вот я что-то как-то про него стабильно забываю. Так, у меня сливки для снятия макияжа косметические от Гринмама, формула Тайги, череда и корень одуванчик. Они мне очень нравятся, я с ними знакома с 2011 года. Они очень экономичные, мне нравятся даже моей кошке, которая кажется, хотя не знаю, не уверена, но мне показалось, что она на окне шарахаться в цветах. Ну в принципе, её любимое состояние, где-то шарахаться, короче, очень хорошее. Они, правда, суперстойкую косметику вряд ли так вот с первого раза смоют. Ну вот цветные бальзамы, блески или помады для губ, ну раз смывают. Потому и юзаю. Так, у меня тут крем для ног от Эйван, от подписчицы Лёлечки, увлажняющий ночной крем для ног с лавандой. Я его использую как крем для ног. Может быть он в пустых баночках в июне будет. Пустых баночек мая нету, потому что вообще никакой пустой баночки мая не случилось. А может быть он не будет. Ну, короче говоря, я его использую как крем для ног, а ещё как крем для рук, потому что он обалденный. Он мне чё-то так нравится. Сейчас её как раз и поиспользую, а то я сегодня ещё не мазала ручки. Он быстро впитывается, кожу увлажняет хорошо, что на ноги, что на руки. Это вообще универсальный, приятный пахнет. И я не догоняю кремов для рук и ног, которые написано, что они ночные. Потому что, в принципе, я их юзаю в любое время суток. Очень классный кремик. Спасибо, Лёлечка, мне очень нравится. Оно вроде как сроком годности уже прошло, но почему-то ещё нормальное. Короче, это у меня подарок от подписчицы Света из Москвы. Луна Тура. Фирма японская. Это у нас энзимная пенопорошок для умывания пенная маска. Она что-то такая дофига экономичная. Там ещё где-то полтора сантиметра высоту осталось. И вот она у меня юзается. Так, что у меня тут? Опять ног вверх ногами. О, зритель, я сейчас на свет увидела, что тут ровно вот досюда. Вот по палец осталось. Это у нас подарок от подписчицы Лёли. Эйвен Кэм. Масло, кокосовосстановление. Лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи. В общем, оно у меня юзается и по назначению, или иногда вот оно стоит ближе, чем крем для рук какой-нибудь. И я его юзаю как крем для рук. А иногда я его юзаю как полноценное и для рук, и для ног. Вот вышла из душа и понимаю, что что-то хочется намазаться. Я вот беру его. Но он не всегда мне нужен, поэтому он до сих пор не закончился. Ну, может быть, он за лето всё-таки уделается. Так, что у нас тут? Скраб за лица, пробиодермат, баксздрав. Пробиотический для всех типов кожи и возрастов. Я что-то в этом месяце про него стабильно забывала большую часть времени. Но, в принципе, он экономичный. Можно и раз в неделю пользоваться, и на долгах хватит. А можно и чаще. Короче, как. Хороший скраб. Я ему дважды уже превозносила Ооду. В плейлисте баксздрав. Интересно, гляньте. Там не особо много роликов. В последнем ролике я как раз вот тоже превозносила Ооду. Хорошая штука. Ну, у меня уже два раза было, как... Два раза я его юзала. Благодаря баксздрав. Оба раза на обзор присылаемая. Так, это у нас парфюмы пошли. Это у нас... Хорватская. Хорватская, да? Где-нибудь тут написано? Да, хорватская. Адриона. Алоэ Вера. Гель в виде желе. Очень классный. Он у меня стоит в основе на кухне. Я ему руки мажу. По большей части. Я его уже когда-то обозревала. Он там ещё прилично. Может быть, даже до конца лета хватит его. Мне в июне будут пользоваться. Как ты в курсе, у меня шампуни уже давно не покупные, а самопальные на основе какой-нибудь шампуневой основы мыльной жидкой. И сейчас у меня есть шампунь на основе вот этой мыльной жидкой основы. Основа для классического шампуня от выдумщиков. И она как бы у меня сейчас на основе геля из алоэ, который столетник. Я был в морозилке с замороженной алоэ. Я его разморозила, выдавила из него гель. Чуть-чуть ещё его проварила, процедила после того, как выдавила. Смешала с тем, что выдавила, а потом смешала с мыльной основой. Я вот волосы сегодня емла. Нормальный такой. Так, ты думаешь, что у Лёли затоник? А у Лёли в том месте, где когда-то был алоэ, гель. И был уже в пустых баночках. Осталось немножко, я налила водочки. Он более густой, можно будет ещё сюда залить. И у меня ещё такой же флакончик есть, ты в курсе же. Я туда чуть-чуть отлила отсюда. Там тоже немножко было. Короче, там вот такой вариант уедет в деревню. И этот тут будет в городе. И вот этот самопальный тоник на основе остатков алоэ геля от фирмы Полли. У меня будут юзаться места тоника для лица. Вот сейчас я им протирала фейсик перед тем, как ролик писать. Правда, что-то у меня какой-то контраст белое-красное. Ну вот, как бы, вроде ничего не забыла. Дезик у меня самопальный восковый. Он-то бывает в кадре, то не бывает в кадре. Сегодня он не бывает в кадре, потому что я его не достала. Всем спасибо за просмотр. Следующий ролик будет моих парфюмов на июнь. Так что пропустите, если за этим смледите. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!